приветствую друзья с вами репетитор дмитрий в этом небольшом урочке давайте потренируемся на таком интересный интереснейшим задание как listen then speak на тесте dualingo у меня естественно есть уже несколько уроков на эту тему ну я периодически как бы освежая потому что как показывает эта прямая практика далеко не все из вас лезут в содержание моего канала там отфильтровывать плейлисты а потом отфильтровывать дуалингу там listen then speak и смотрят все подряд видео то есть несмотря на то что у меня их уже штук 10 там наверное если не больше вы нашли мой канал и скорее всего дай бог что вы вот это посмотрели а потом вы счастливо побежите сдавать дуалингу поэтому освежаем как бы с нуля и так величайший принцип этого спикинга на дуалингу как и на любом другом тесте английского заключается в том что спикать надо то есть говорить побольше с улыбкой с энтузиазмом побыстрее и желательно в тему насчет в тем очень важный прикольчик даже если вы говорите в тему вокруг да около это все равно намного лучше чем вы не говорите ничего обратите на это внимание это очень важно никого ваша правда душевная не интересует глубины и пучины вашего естества выкладывать здесь не надо уже я повторяю этот сотни раз и на своих уроках и в этих видео уроках но повторяю то повторяю ученики все равно вытворяют то есть они стараются какой-то вопрос прозвучал и они реально задумываются то есть они пытаются вспомнить чуть ли не генетически понимаете как мыслил их дед прадед потом папа мама потом он или она а вообще хорошо ли так а стоит ли об этом говорить повторюсь не надо это вы можете вообще говорить условно скажем так там вас вас спрашивает вы любите гамбургеры допустим вы терпеть не любите эти гамбургеры но вам проще будет говорить что вы любите гамбургеры все вы говорите об этом не надо никому ваша эта правда она вас утопит потому что чтобы говорить от души и искренне вам скорее понадобится оформлять свои предложения красивыми раз я от души говорю да то вроде бы с одной стороны мне легче должно говориться ну оно легче понимаете когда когда просто сама тема вопроса чем-то резонирует с вами но когда ну очень часто вот именно искренне ваша точка зрения она мешает вам потому что там сложнее слова я не в общем не знаю как это описать еще ну короче я надеюсь вы меня услышали это в айлсе проявляется в дуолингу спикинге везде можете врать на 110 процентов и получить высоченный балл даже не можете а нужите этот тест вашего английского а не вашей душевных глубин окей это мы самое главное выяснили с вами да теперь повторюсь принципы спикинга что дуолингу listen then speak что read then speak оно одинаково я понял вопрос и я тебе щебечу все у меня 90 секунд мне надо таратория 90 секунд никаких 50 40 там мне мысли нету нету мысли значит иди учись не в колледж а вот куда то другое место окей давайте попробуем мы сейчас послушаем тут я уже один раз только что не сдержался не сдержался слуханул у вас три попыточки будет на дуолингу и 20 секунд на как бы на сопутствующие размышления то есть хоть чуть-чуть времени не будет но очень мало поэтому повторюсь спонтанно но быстро быстро мы какая-то мысль ухватилась у вас все мы не будем говорить некоторые говорят авторы что не надо говорить спонтанно на первую вот именно интуитивно потому что там может быть сложно может но и повторюсь вы начнете сидеть размышлять о чем говорить это может вообще убить ваш ответ ну что слушаем вот видите как раз такая вот а депозитивен негатив консеквенции of growing and consuming genetically modified food какие плюсы и минусы выращивание употребления генетически модифицированной пищи многие начинают скажет о боже я тут на своем родном языке об этом никогда не думал вот и прекрасно не надо об этом думать нам надо об этом говорить а не думать так давайте слушаем еще раз вот это позитивен негатив консеквенции of growing and consuming more genetically modified food да она еще говорит more то есть больше гмл не просто там но вдруг от страха не расслышите больше ничего страшного ну что смотрите я сейчас начну я что-то тут сейчас прощебечу 90 секунд типа вы я не готовился честное слово я до сих пор не знаю только что записывал там свой видеокурс отдельный я устал я вообще не соображаю что я сейчас буду говорить мне фиолетово как бы что и представьте что вы сидите в кафе со своим другом да или ну может быть даже лучше не с человеком постарше которого вы уважаете до образованным вот он вам или она задал какой-то вопрос такой похожего типа философский но не так что вы зашли в кафе сели он служай а вы начали говорить на эту тему что-то умничать и он спросит ну вы же что-то скажете вы же не вас не спарализует ничем она здесь на дуалинга не отличается вот выпендриваемся только на английском она сейчас я нажму retry если таймерчик обнулится то yeah so ok this problem and this paradigm has always been very interesting to me though you know I try to avoid consuming genetically modified food because it feels so alien to me I love everything natural natural like real real meat real chicken real fish real fruit and vegetables grown with love grow grown by some farmers however everything globally we should realize that the population of the earth is growing so and in lot of regions there is problem there is a considerable problem of growing food so in that case GMO I think are like allowed and even recommended so despite all those claims and complaints that the humanity is living worse now than 100 years ago the statistics shows that people now are living longer than 100 years ago for instance earlier they lived 60 years and now they live like 80 years something so this genetically modified food does not prevent us from living longer and more happily so in that case to help the humanity grow in number and consume a lot more and more food GMO is ok it's even necessary I don't see any objections though personally let me repeat myself I don't like genetically modified food I love everything natural ну вот видите что-то я проще бетал я говорил бред типа да нет не бред многие ученики они пытаются умнее что-то повторюсь вы из своих глубин вытащить а получается бред потому что она она в общем на это только услышать надо я себе говорил я до сих пор не знаю я считаю вот так как я говорил или по-другому лично я не люблю гомо да хотя чё их не любить и действительно люди сейчас живут дольше дольше хотя жрут всякую фигню ну так соответственно если жрут и живут дольше то чё кричать то да нормально все скоро не будут нет жевать и газом запивать да нормально но если человек живет потихоньку организм адаптируется к этому ну ты чё тут это самое философствовать гораздо хуже на жизнь и здоровье оказывают стресс и вот это всякие горе непрощенные обиды всякая фигня чем гмо окей подумайте очень важно что бы вы сказали на эту тему в идеале остановите наш урочек и поговорите 90 секундочек таймер засеките вот именно ощутить если вы засечете этот таймер и вот попробуйте ощутите хотя бы немножечко вот этот прессинг по времени что вроде бы и мало времени много и чего его сказать а то я не успеваю сказать а то я забыла сказать ой 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 а тут я ой боже вспомнил ошибку сделала там в прошлом предложении предыдущем ничего страшного не надо возвращаться себя поправлять аж в предыдущее предложение это не надо на но не понимаете вы сами себя запутываете и алгоритм тоже давайте еще один сделаем и по домам так я не знаю что сейчас тут будет честное слово от хард видите то есть но раз хард то наверно сейчас что-то будет посверепее да этот ресурс я обожаю не надо спрашивать меня в комментариях что это такое я его использую только на своих приватных уроках при подготовке к дуолингу если вам нужна срочная помощь обращайтесь когда осталось там три-четыре недели надо сделать чудо сделаем также у меня прекрасные видеокурсы ссылочка в описании есть два дуолингу на 120 с плюсом и дуолингу writing на 120 с плюсом они помогают ребятам перейдите в описании на эти сайтики посмотрите там отзывы отзывы у меня настоящие вот окей друзья ну что слушаем что у нас тут за шедевр дуэнки employer should consider petty crimes committed by job candidates when they were teenagers why or why not а why why not видите ну я уверен если вы начинающий вы скажете чего кого куда слушаем еще раз дуэнки employer should consider petty crimes committed by job candidates when they were teenagers why or why not do you think employers should consider petty crimes committed by job candidates while they were teenagers why why not давайте перейдем типа как вы считаете работодателям нужно ли и стоит ли учитывать пяти crimes мелкие преступления совершенные кандидатами на работу когда в то время когда они были подростками почему дали почему нет пяти crimes такие мелкие знаете там на марии ивановне там этот петарду под попу подложить ну что-то в таком духе смотрите повторюсь если у вас уровень английском начинающий конечно вас заключить скажите все но до свидания встаю с теста иду домой хорошая новость в том что если у вас очень начинающий уровень вам скорее всего такого вопроса не дадут скорее всего вам дадут какой то там дырайк от это динатка модифайт фуд или нет что то в таком духе если же дадут и вы все расслышали ну прекрасно вы все поняли отвечаем если не поняли там есть отдельные нюансы что делать это мы обсуждаем на приватных уроках или отвечать с риском что вам могут не сертифицировать тест так как вы говорили не по теме или не отвечать прямо в экран сказать i'm sorry i don't understand the question и все и гордо стоически молчим 20 секунд пока там стрелочка не появится дальше и потом переходим к следующему вопросу плюсы есть и в том и в том варианте выбирать вам такс ну что давайте еще раз послушаем его чтобы и я чуть-чуть тут на на говорю вы по ходу дела думаете чтобы вы наговорили была карта начинает обучать меня выжить бэлэ по словам и для профичей сейчас клиент какие-то рекоменды уже не пробоватие просто нет то теперь мы делаем обучение кем по и кей-то мобильный или кей-то капитал People, for example, a psychological consultant If this person When he was a teenager Was beating and bullying his Friends every day, so most probably There will be some problems, though He may have turned out Turned over a new leaf However, if it's Just like wrenching And ratcheting the nuts and bolts On the maintenance service station For cars, probably his Dark past does not interest me As an employer, because If I feel during the interview that He is an adequate person At least a sane one So why not, if he's a talented mechanic So I don't care whom he Beat when he was a child or what he was Suffering, but As I have already told, if the matter Concerns working with people In this case, this aspect Of psychological health and mental health Become so crucial that I think We shouldn't overlook it, otherwise It may end up in some Very grave consequences Ну что-то в таком духе Я забыл Я забыл засечь таймер Ну приблизительно там что-то я поговорил Безусловно, вы понимаете Я переключаюсь с английского на русский И мне сложнее сосредоточиться И поэтому, может, оно получается Такое выпендрежно, такое Но не идеальное Ну так Если бы я сдавал тест Сидел, я бы настроился по ходу дела Так как этот спикинг у вас идет Уже обычно во второй половине теста Подобный, то уже вы пропитываетесь Этим Дуолинго И уже Этот, так сказать, русский Или какой-то там рассасывается Немножко Вы настраиваетесь Это очень хорошо А я сейчас не настроился И тем не менее, я уверенно Наговорил на больше, чем 100 Это я вам даю гарантию 120-130, не меньше Думаю ли я действительно так, повторюсь Бог его знает Я наговорил, да Ну, наверное, думаю, если так наговорил Но даже если я посижу, попью кофе И подумаю, что да, я был, наверное, неправ Я думаю, меня алгоритм простит Тем более, Дуолинговский Ему глубоко, без разницы Ваша точка зрения Главное, чтобы я говорил без остановки Без больших пауз Побольше С энтузиазмом Улыбайтесь в камеру Все любят улыбки Великая позитивная вибрация Вселенной Не надо быть жадным на высказывания На Дуолингу, по крайней мере Окей Попытайтесь тоже ответить на этот вопрос Это, если вы это сделаете Вот эти два вопросика Это заменит вам 10 уроков С неопытным репетитором Ну, так шучу Да, чем вместо вот этой грамматикой Какую-то ненужную Плямкой Лучше вот два настоящих вопроса Ответить Пощутить этот по времени прессинг Записать себя на микрофон Послушать потом Попить валерьяночки Потом через день еще раз записать Уже меньше попить валерьяночки Или там не валерьяночки, а мелисы Да, там И все будет хорошо Окей, друзья Я вас люблю Встретимся в следующих урочках Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!